История Скептически настроенные ученые сравнивают это с игрой в испорченный телефон, когда дети шепчут на ухо друг другу разные фразы. В процессе пересказа от одного к другому фраза искажается, и всем от этого очень весело. Но справедливо ли это сравнение? Сравнение с игрой в испорченный телефон часто приводят как пример, когда люди говорят о трансформации новозаветных рассказов. Но это плохое сравнение, правда? Хотя бы потому, что цель игры в испорченный телефон – это исказить фразу для большего смеха. Фактически специально придумывается труднозапоминаемая или произносимая фраза. Если вернуться на 2000 лет назад, то из уст в уста передавались священные тайны, личная, семейная, родовая и национальная информация. Патриотические традиции. Вся информация передавалась только так. Почти все образование базировалось на запоминании наизусть. В обыкновенной греческой школе на память декламировали Илиаду Гомера или Одиссею, или, по крайней мере, большие части произведений. Еврейские мальчики знали наизусть огромные отрывки из Писания, из Ветхого Завета, как мы, христиане, теперь это называем. Отрывки не просто так цитировались без контроля. Их часто декламировали на публике и по особым случаям, при большом стечении народа, в присутствии семьи или племени, или всего народа. Причем, если рассказчикам совершались серьезные смысловые ошибки, то аудитория имела как право, так и обязанность прерывать и исправлять рассказчика. Во-вторых, при игре в испорченный телефон фраза передается устно, шепотом и без повторений, и вне правил просить, чтобы тебе фразу повторили. В-третьих, тут только один канал передачи информации. В-четвертых, у вас есть возможность сообщения лишь с последним звеном в цепочке информации. Если мы говорим о рукописях Нового Завета, то речь идет о письменных документах, которые были скопированы множество раз, и даже тексты первоисточники Нового Завета были скопированы множество раз. В этом случае у нас много каналов исходящей информации, а не только устной. У нас имеется много различных копий, и также есть возможность сравнить информацию на более раннем этапе передачи. Поэтому сравнение с испорченным телефоном довольно глупое и не отвечает реальности. Кен Бейли, всю жизнь прослужившим миссионером на Ближнем Востоке, ставил этот эксперимент со своими студентами во время занятий в Иерусалиме и Бейруте. И эксперимент провалился. Его ученики могли запоминать на память почти все без изъяна. И они не понимали смысла такого эксперимента. И когда, например, Барт Эрман в своей книге об Иисусе проводит параллели между детской игрой в испорченный телефон как аналогию с древними устными традициями, то это самый неподходящий и бесполезный пример, который можно было придумать. Это была эпоха, когда люди хорошо помнили наизусть важные для них вещи. Они это практиковали, вспоминали, цитировали и даже слагали и пели песни. На самом деле, я думаю, в этом вопросе ключевыми являются две вещи. Первая – это способ, при помощи которого в еврейской культуре традиционно передавались знания, то есть из уст в уста. И второй состоит не в том, что письменные документы датируются позднее происшедших событий. Просто таким образом передавались повествования о прошедших событиях от одного поколения к другому. Есть особая форма словесного искусства у людей на Ближнем Востоке, в чьих культурных традициях всегда отводилось место пересказу историй, добавлению истории новых деталей, но при этом суть всегда оставалась первоначальной. И это, кажется, напоминает евангельское изложение. Знаете, если вы посмотрите на одно и то же событие в различных евангелиях, вы заметите разницу в деталях. Но ключевое событие всегда остается неизменным. Это как определенный строгий шаблон. Из уст в уста проходило распространение благой вести. И роль апостолов здесь, как охранников и блюстителей этих традиций. Они ходили вместе и научались у Иисуса. И перед тем, как они стали апостолами, им нужно было находиться и служить плечом к плечу с Иисусом, с самого начала Его служения. Они знали Его лично, поэтому они и следили за точностью рассказа, что было весьма важным. Мифом является то, что устное распространение истории о жизни Иисуса привело к искажению подлинных фактов, как при игре в испорченный телефон. Фактом остается то, что истории не нашептывались от одного к другому, а рассказывались открыто при множестве людей. Они рассказывались не один раз, их повторяли снова и снова. Они передавались людьми, привыкшими к точному запоминанию текста наизусть. Слушатели же задавали вопросы и проверяли, правильно ли они все поняли. И сравнивать это с игрой в телефон полностью некорректно. В следующий раз мы поговорим о том, как находка одной более ранней копии библейских повествований подтвердила историческую достоверность евангельских рассказов. Редактор субтитров А.Семкин